В этот раз гуманитарный груз на СВО собирали чуть ли не всей краевой столицей. В акции участвовали и школьники с их детскими подарками, и предприниматели, закупившие автомобили, депутаты гордумы, учителя, рядовые жители города. Мы инициативу проявили с Переядовым Вячеславом Владимировичем. Мы купили вазики, он купил вазик от души. Предпринимательское сообщество увидело это все, начали к нам обращаться и тоже захотели поучаствовать. И вот мы собрали полупредпринимателей, которые выполнили свою миссию. Наши жители, предприниматели, они активно сами включаются в эту работу. И вот та инициатива предпринимателя Иванова Дмитрия, она является определенным примером. В общей сложности было закуплено 10 единиц техники, преимущественно уазики и Нивы. Дополнительно к ним приобрели новую всесезонную резину, тросы, инструменты и запчасти. Также в состав груза вошли тепловизоры и необходимые материалы для лаборатории БПЛА. Получать это имущество, приобретенное за счет предпринимателей, будут наши ребята на Авдеевском направлении, под Клещеевкой. Это наши мобилизованные полки, так называемые Тотские и Омские. Это наши регулярные части, Олейская бригада, Бийские ребята, зенитчики, то есть радиоразведка. С таким объемом машин готовится еще партия. Около 10 машин мы еще отгрузим. Я думаю, что это в марте произойдет. Обязательно, конечно, мы отгрузим и свои традиционные конвои по 20 тонн. Помимо техники и оборудования, в зону СВО отправятся и коробки с подарками ко Дню Защитника Отечества от Совета Женщин Барнаула и жителей краевой столицы. Это от средств личной гигиены, медикаментов, сладких подарков. И этот раз мы даже положили небольшие пакеты с финиками, потому что по килограмму каждому солдату положили еще такие сладости, кофе к чаю, ну и все остальное. В общей сложности в индивидуальный подарок вошло порядка 12 наименований. Благодаря неравнодушным гражданам получилось собрать около 700 комплектов, чтобы сделать будни бойцов немного теплее и приятнее. Данил Кузнецов, День с толком.